Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Вероника и сегодня я вам покажу парфюмы, которые я носила в начале осени. Здесь будет очень много новых парфюмов, которые я еще не показывала, никогда о них вообще не говорила. Кстати, я много чего покупаю и не всегда это даже все вам показываю. Даже вот стоят парфюмы от Bracar очень бюджетные и по-своему хорошие, но еще не дошли руки, чтобы снять видео. Много парфюмов на самом деле, но что-то сегодня тоже будет такое бюджетное, более дорогое, в общем разное. Так как я недавно купила парфюм от Atelier Des Hors, Sarai Rouge, Rouge Sarai, я носила его очень активно. Я снимала видео, когда я его купила, но тогда, знаете, мало что не могла сказать. Здесь заявлены финики. Для меня он, знаете, как был такой очень в сторону унисекс, очень такой мужественный, я бы его даже назвала. Да, здесь сухофрукт, он красивый, он восточный, он вполне себе такой, ну, по стойкости неплохой, по шлейфу умеренный. Ну, для меня это очень важные показатели, да, хочется, чтобы было прям вот стойко. Ну, вот прям для офиса он был хорошо, мне говорили, что пахнет приятно. Действительно, такой вот, ну, прям сказать, что это какой-то дворец, нет, я не скажу. Сказать, что мне хочется знакомиться дальше с этим брендом, тоже как-то так, знаете. Флакон есть, но флакон очень красивый, ну, как по мне, да. Вроде бы и форма такая приятная, держать его хочется, но я знаю, что к нему у меня рука тянуться дальше не будет. Вот я его в какой-то период разносила, когда новый купила, захотелось, все. Кстати, заказываю я в основном нишевые парфюмы все с рандеву, на сайте рандеву. И хочу напомнить, что у меня есть промокод 10NIKOV, который вам дает дополнительную скидку, можете заказывать. Вот если ниша, то это всегда к ним. Поэтому я сейчас рассматриваю еще один бренд, ну, пока говорить не буду, скорее всего, я его закажу именно там. Вот, а так, да, он достоин внимания, может, какого-то, но меня лично восторг не вызвал, вот правда. Вот спустя время как-то, я не знаю, я его до сих пор не поняла. Но носила его активно, как-то вот так. Вот такой вот руш-сарай. Дальше, что я себе еще купила? Я купила Jimmy Choo, это их Seduction Collection, Amber Kiss. Я как-то говорила в своем видео, что уже все, буду завязывать их этой линейкой. Ну, вот последний парфюм, который я еще купила, это был Amber Kiss, амбровый. На самом деле парфюмов на тему амбры очень много. И они между собой схожи, особенно, где название указано, что это амбра, ну, она там 100% и будет. Поэтому его сравнивают с парфюмом от If Rocher, раньше такой был амбровый. У меня он есть, я их сравнила, они не похожи. Тоже очень достойный парфюм, но они разные. Этот все-таки, знаете, такой более... Здесь вроде бы даже какая-то хвойность в нем есть. Вот такая вот какая-то мощь, травность. Сейчас немножко я тут нанесу. Он, да, он такой, знаете, в стиле мема даже можно сказать. Вот у них вот они любят это добавлять, знаете, какую-то такую травность, там, ватву чего-то. Вот, но потом добавляется амбра. Сладкая, приятная, какая-то смоленистость такая. Вот прям янтарная, что-то какая-то жидкость такая вкусная, сладкая. Он приятный, очень приятный, такая какая-то конфетность в нем проявляется. Поэтому он амбровый, но все равно звучит немножко по-другому. Но если у вас очень много амбрового направления, то я считаю, он вам не нужен. Ну, то есть, например, многие парфюмы из этой линейки меня удивили куда больше, чем этот. Вот тут честно вам скажу. Он мне нравится, у него стойкость невероятная. Вообще, ну, показатели у этой линейки хорошие. Хорошие. Вот. Ну, как-то так. Или, может, мне понадоела амбровая тема. Мне кажется, он будет звучать все-таки еще лучше зимой. Так как это у меня такая большая подборочка на бабье лето. Видимо, он себя не сильно так проявил. Но сам по себе парфюм хороший. Вот такой вот я себе купила Джимми Чу Амбар Кис. Вообще, кто знаком с этой линейкой? Мне писали, что многих не впечатлило, еще что-то. Вот напишите, может, вы знаете Амбар Кис. Мне будет интересно. Дальше, что я носила? Я пополнила свою коллекцию. Мне часто пишут, спрашивают, на фоне стоит Бракар. Их русская коллекция. Я себе купила Василису Прекрасную. Это их, ну, такие, можно сказать, последние парфюмы. Но были две новинки. Это Русалка и вот эта Василиса Прекрасная. Знаете, когда они вышли, я такая, о, боже, Бракар, там опять какую-то херню выпустил. Ну, честно скажу я так. Коробки мне их нравятся, правда. У меня вот была история, как я забирала с пункта выдачи вайлдберистом стеллаж для работы и несколько парфюмов Бракар. Вот эти вот были там флакончики. Ну, то есть я забирала. И две коробки были такие вот. И девушка стояла, ну, очередь была. И она так с таким лицом посмотрела, с такими губами. И она так аж цыкнула, когда я... А мне спрашивают, у вас там духи, наверное, да, как всегда? Меня уже знают в пункте выдачи. Что я могу всякие поливашки, такое, ну, заказываю там. Я говорю, да, да, там Бракар будет, парфюм российский. И она так цыкнула, так на меня посмотрела. Я не понимаю. Я думаю, ну, и дура эта тупая. Ну, вот реально. Человек просто не знает, не знаком вообще со многими брендами. Почему-то к рейкгеровать я вообще не понимаю. Ну, или то, что я возмутила, что я парфюм, может, вайлдберрис заказываю. Да, ну, что мы с ним же как славятся подделками. Но такие, такого плана парфюма, как Новая Заря, Бракар. Аналоговые парфюмы, я считаю, можно там заказывать, там, всякие шейки и так далее. Вот, поэтому Лана Василиса прекрасная. Для меня это, блин, даже страшно говорить. Сейчас кто-нибудь тапком кинет или каблуком прилетит. Для меня он звучит красивее, чем, ну, например, вот этот парфюм. Чем Руш Сарай. Вот, вот даже так. Так, да, он, это понятно, что собран хорошо, здесь дороже компоненты и так далее. Но мне нравится больше звучание вот этой вот Василисы прекрасной. Я ее обожаю. Я даже маме заказала такой же, что маме он очень понравился. Вот здесь, вот здесь чувствуется действительно, я не знаю, какие-то вот прям мощные сухофрукты. Курага, какие-то, знаете, я не знаю, ягоды, как облепиха. Он какой-то вот такой вот весь. Он для меня настолько богатый. В нем есть и мед. В нем есть действительно слива. Красивая слива, которую я ищу во многих парфюмах, но не нахожу. Она здесь есть, действительно. Он прям сливовый такой. Здесь у нас еще расторопшая и цитрус. Ну, такая, знаете, пирамидка интересная. И звучит, на самом деле, он интересно. Такой какой-то тягучий, медовый, с сухофруктами. Я говорю, вот даже вот прям он мне понравился. И по стойкости он хороший. Вот я его от себя прям слышала. Ну, нужно хорошо облиться. Сразу скажу, я прям им так знатно обливаюсь. И мне классно в нем. Вот это вот прям мой любимчик какой-то стал. Вообще очень нравится эта их линейка. Честно скажу, многое нравится. Что-то так попроще там. Ну, вот Василиска мне понравилась. Классная. Вот, сразу ее на место поставлю. Кстати, мама мне принесла эти букеты цветов с дачи. И сказала, ну, знает, что я буду снимать видео в воскресенье. И надо обязательно поставить букеты на фон. Вот, я вам сейчас поближе сделаю подсъемку. Вот такую цветочку в желтеньких вы увидите. Как вы думаете, что это за цветы? Ну, многие будут, может, гадать. Там кто-то писать предположения. Я сразу скажу. Это капуста. Это у меня так зацвела брокколи. Ну, мама вообще садила для меня брокколи на даче. И она все время, часто не успевала ее, нужно срезать вот эти вот, когда она соберется, да, качанчики эти. Не успевала. И тогда брокколи начинала отсвести. И цветет она вот такими желтыми красивыми цветочками. И мама, я не знала, что это брокколи. Я говорю, знаешь, что это за цветы твои? Я говорю, знаешь, что у мамы на даче просто очень много цветов. Я говорю, нет, не знаю, она говорит. А это капуста твоя брокколи. Вот так вот. Такая вот история. И знаете, мне нравится. Я раньше не очень любила осень. Сейчас я ее люблю. Какая-то такая пора. Действительно классная. Она, вроде бы, знаете, и очень много урожая. Это у кого дача, конечно. Различных вот цветов. Вот мне нравится. Потому что скоро у нас, может, какие-то заморозки будут. Мама говорит, я цветы все посрезала. Вот. И еще он мне принесет. Я вот прям обожаю их. И всякие разные вот цветы, которые осенью еще есть. И вообще, мне нравится осень, потому что осень начинается какое-то движение. Дети идут в школу, да, там студенты в университеты, колледжи и так далее. И вот чувствуется даже на улице такая атмосфера. Летом как-то затишье, даже едешь. А тут пешеходы все куда-то торопятся. Ну, по-своему, классная осень. И особенно у нас была такая еще теплая осень. А сейчас вот прям вот сейчас уже холодно. Ну, я сегодня весь день сидела дома. Но мне сказали, что на улице холодно. Вот так вот. Поэтому какие-то парфюмки будут уже не совсем актуальны. А так мне нравится, что все-таки в холод такое время года многие ароматы звучат лучше. Они действительно красиво звучат. Летом не то, бывает весной тоже не так себе. Ну, весной, понятно, есть свои парфюмы для весны. Здесь будут у меня парфюмы, которые для весны бы идеально подошли. Но я их носила вот осенью. В общем, осень-зима – это прям классные времена годы. У меня, конечно, кто где живет. У меня сейчас напишут там людей с Сургута, что да ну тебя, нафиг, с твоей зимой. Но у нас тоже холодно. Следующий парфюм, который вот подойдет отлично на холодную осень и на зиму – это арабский бренд. Это Латафа Аджват. Заказывала я, кстати, его с Вайлберис. Так вот выглядит коробка. Кстати, на Латафу делают поделки. Могут сделать поделки, поэтому там тоже нужно смотреть по продавцам и так далее. У меня нормально все пришло. Очень красивое оформление у него. Вы, наверное, видели. Может, многие блогеры показывали. Ну, классный флакон. Вот тут, знаете, тяжелый, красивый. Тут пластинка здесь наклеена, деревянная крышка. Тут прям красивое оформление, ничего не скажешь. Мне он так понравился. Я его носила. Так как я привыкла обливаться парфюмом, там, бракар, да, я также облилась и пошла на работу. Мне было немножко дурновато, потому что как раз было очень тепло. Вот, знаете, тошно было. Вот как-то мне хотелось пить воды. И мне кажется, это из-за этого парфюма, хотя он мне очень нравится. Я зашла, мне моя подруга говорит, шлейф, говорит, с первого этажа, говорит, идет, что у тебя за духи? Я говорю, это латафа, можешь сразу себе их заказать, они недорогие. Ну, вот, я привыкла просто к моим парфюмам, что непонятно, что будет. Даже распылять его ни к чему. Его сравнивают с Олимпи от Пакарабан, если память не изменяет. Это много всего читаю. Да, вроде с ним. Согласна, соглашусь, это стиль Пакарабан. То есть, это, знаете, One Million соединить с Олимпией. Это вот все такое очень мощное, сладкое, такое, знаете, нектарное. Для кого-то это прям химозненько, может, даже будет, ну, действительно. Ну, это громко. Мне кажется, даже здесь тоже есть слива. Он такой очень... Ну, он красиво. Звучит он прям вот со стороны хорошо. Ну, вот, все-таки с ним нужно быть осторожной и не перебарщивать, как это сделала я. Он сладкий. Знаете, в нем такая пирамида. Там роза, жасмин, фруктовые ноты. Но, ну, вообще, знаете, ни о чем не говорит эта пирамида. Здесь и 100% какая-то даже недовость есть. Вот эта вот сладость от Пакарабан. Вот этот вот их стиль. Здесь однозначно. Просто, ну, хочу сказать, что за эти деньги, то, что он стоит, знаете, ну, там, плюс-минус, у него цены меняются. Это сделано хорошо. И его хватит точно на всю жизнь. Ну, так как много флаконов, да? Вот. Ну, кто не пробовал, попробуйте. Мне он действительно понравился. Ну, тем более классической Олимпии у меня нет. Поэтому мне прям понравился. Дальше. Что я себе купила и ношу? Это Келлин Кляйн Эскейп. Побег, да, переводится Эскейп. Насколько мне память моя не изменяет. Я себе хотела давно его. Это такой парфюм из 90-х, да. Действительно, такой знаковый. Я не особо люблю бренд Келлин Кляйн. Я даже Эйфорию продала. Ну, нет, Эйфория мне нравилась, на самом деле. Ну, просто, ну, тогда же у меня был такой период, что я много чего продавала. Поэтому, как бы, я продала тоже, там, до кучи. Вот. И я, кстати, хотела Эскейп. В основном у них флаконы, вот, чаще всего я видела в большом объеме. Но тут видела в 50 миллилитрах и его взяла. Огромная пирамида. Здесь у нас и бархатцы, по-моему, календула. Ну, вот эти, вы знаете, тоже все такие цветы, которые есть на даче. Даже, мне кажется, здесь подсолнух какой-то. Вот что-то вот такое, вот семена какие-то есть интересные. Разобрать его сложно. Для кого-то он, может, летний, там, солнечный. Для меня он, в принципе, на лето тоже подойдет. Можно будет его носить. Но в нем есть какая-то такая терпкость. Даже укроп, что ли, какой-то. Вот что-то такое травное такое, знаете, вот с дачей почему-то у меня ассоциации. Он красивый. Многие пишут, что он звучит несовременно, неактуально уже сейчас. Ну, возможно, для кого-то это неактуально. Меня это абсолютно не останавливает. Я не гоняюсь за трендами. Я вот что-то вспомнила, захотела, заказала. Или там нашла, докупила. То есть, нет такого. Мне хотелось этот парфюм. И он мне нравится. Очень нравится. Здесь много цветов чувствуется. И он звучит, ну, знаете, Выпустил бы это нишевый какой-то бренд. Мне кажется, люди бы заценили. А на это фукают. И многие скажут, что это уже неактуально. Это уже фу. Здесь есть дыня. Кстати, вот сейчас на руке чувствую вот прям вот это вот такая дынька. Мало парфюмов, знаете, на самом деле с хорошей дыней. Этот парфюм мне нравится. Ну, естественно, тут с замесом всего-всего ее можно не услышать. Ну, где-то она появляется вот так вот. Действительно. Я ее чувствую. Классный. Мне прям вообще. Единственное, он мне пришел недавно. Я его носила один раз. Да. Дома носила. И вот на выход, получается, одевала. Как бы пока никто ничего не сказал мне за него. Ну, мне в нем комфортно вполне себе. Единственное, как-то по стойкости вроде нормально. Но на одежде чувствовалось. Шлейф такой умеренный у него был. Ну, и только вот он недавно мне пришел. Цена на него довольно-таки бюджетная. Не знаю. Поэтому я не пошалела, что его взяла. В общем, я думаю, эскейп, наверное, знают многие. Напишите. Кого он есть, был и вообще, как вы к нему относитесь. Дальше. Я люблю ювелирный бренд Шапар. Многое мне нравится с их бренда. Я решила взять себе такие вот два парфюма. Это Бегорадия и Магнолия Букет. Магнолия Букет, кстати, это относительная новинка. Я вообще мало видела у кого-то ее. Но все равно смотришь обзоры, мелькает. Потому что вот Дульчи, вот этот лимон, Бракар часто мелькал. Бегорадию тоже видела. А вот Магнолию Букет я не видела. Такой вот флакон. Бледно-розовый, такой прозрачный. Красивый. Мне нравятся вообще их флаконы такие. Какие-то лизинцы для меня. Вот это вот больше, знаете, наверное, на лето. На лето, но... Я говорю, вот когда было тепло прям. Ну, реально тепло. Там что-то под плюс 28. Ну, как лето. Ну, хорошо звучало. Знаете, вот он все-таки в стиле... Не один в один. Ну, в стиле Брайт Кристал. Вот того направления. Какой-то вот такой он пузырьковый. Такой вот розовый, нежный. Цветочный. В нем есть Магнолия. В нем есть перчик. Асмантус. Вот что-то вот такое вот замес. Магнолия здесь красивая. С зеленью. Чувствуется такая, знаете, стебельки такие. Неплохо звучит. Но больше, наверное, как поливашка освежающий парфюм такой. Стойкость средняя. Вот прям средняя. Часа три, наверное, я его слышу. Вот. Хотелось бы, конечно, побольше. Но это вот на коже. Это вообще ему подольше звучит. Но я как бы на себя так носила и все. Я его беру с собой на работу и обновляю там. Так же делаю, кстати, с Бегорадии. Вот. Я просто очень люблю Магнолию. И часто, ну, ищу парфюмы с ней. Вот взять, например, Пинк Магнолию, Вайт Магнолию от Лаева. Там мощь, прям мощь. Но здесь, в принципе, он соответствует вот своему содержимому. Но звучит хорошо. Вот, например, взять... Где я там шикала-то его? Взять Лимон Дульчи. Он мылит на мне. Он неплохой, но мыльный. И, кстати, знаете, я заметила, вот взять Золотое Яблоко, вот, да, сеть магазинов. Она есть в Казахстане, в России, как бы, не знаю, там, в других странах как. Вот эти вот парфюмы, вот этого, кстати, там вообще нет. Я его заказывала с Европы. Ну, вот взять Бегорадию, да, или там Лимон Дульчи. Цены завышенные. Вот реально, там, что около 8 тысяч рублей они стоили, 7 тысяч, но они вообще этого не стоят. Я вам серьезно говорю. Ну, я не знаю, не надо их за столько покупать. Цена им 2-3 тысячи. Вот, вот, вот реально, за максимальный объем. У меня это максимальный объем. С Магнолия была подороже. Она стоила что-то... Вот она стоила около 6 тысяч с Европы. Дороговато. Ну, потому что это новинка, наверное, 22-го года, и поэтому. Вот. Бегорадия подешевле была, да. И... Просто их часто очень красиво описывают. Я ничего не хочу сказать. Это, ну, правильно, да, парфюмы хорошие. Ну, как бы, не стоит мне этого, действительно, знаете. Вот. Бегорадия. Это парфюм про нейроли, про горький апельсин, про кожуру апельсина. Не скажу, что он прям... Одни цитрусы в нем. В нем больше зелени все-таки для меня. Горьковатый он такой. Интересный в нем. И мед вроде есть. Мед такой, знаете, гречишный, я бы сказала, мед. Я, в частности, люблю мед, но вот гречишный как-то не всегда мне хочется. Вот здесь вот такое вот, какая-то сладость такая, но в меру. Для кого-то вот он очень сладкий, для меня нет. Вот он для осени уже получше подходит. Я его носила с собой, тоже на работу. У него и стойкость побольше была. Я говорю, вот он такой горько-сладкий аромат. Ну, в принципе, мне понравилось. Да мне и тот, и тот нравится. Как бы, ну, тоже ничего плохого о них я сказать не могу. Ну, ничего сверхъестественного в них тоже нет. Парфюмы как парфюмы. Вот. Ну, единственное, что у меня так как бы ничего похожего на них тоже нет. Ну, взять там Брайд Крисал, у Версачи. У меня его нет и не хочу даже его. А, и забыла сказать, что еще, это так, к слову, Escape, если вернуться к Escape, Кевин Клянш, то его сравнивают с парфюмом от Элизабет Ардена, это Sunflowers. У меня он тоже есть в наборе. Я тоже его купила. Но, честно скажу, еще не носила. Ну, могу просто показать, что я его купила, да, себе как бы. Мне просто захотелось вот что-то такое, вот, знаете, Вене 90-х, 2000-х. Вот. Для меня это прям вообще такое солнышко, подсолнечник такой, действительно. Но здесь больше, знаете, мыльные цветы такие. Он такой какой-то мыльный, цветочный. Парфюм Escape звучит для меня красивее все-таки. Но Sunflowers тоже по-своему неплохой. Ну, как бы вообще я на нем не собиралась ничего рассказывать, потому что вот-вот он только пришел. Ну, я как подозреваю, он такой нестойкий. Вот, очень такое оформление у него, да. Недорогая крышечка совсем, вы знаете, как на дезодорантах. Ну, почему бы и нет. Он и стоит-то копейки. Вот, как бы я так его взяла. Но мне нравится. Ну, вообще, в принципе, я просто никогда не была знакома с этим парфюмом. Да, или за Беттерден, даже 5-го Веню у меня не было. Я его знала, но у меня его не было. Я его тоже себе купила. Ну, и что еще у меня осталось? Купила по рекомендациям своей подписчицы. Когда я снимала видео про недорогие парфюмы с красивым звучанием, в основном там был бренд, это Мобусан. Показывала несколько флаконов Мобусан. Мне был такой красный. Кстати, я его подарила. И мне все, в основном, советовали еще Мобусан классический. Ну, сейчас он выглядит так. И раньше флакон был здесь вот с фиолетовой вставкой. Вот эта коробка. То есть, вот такой вот. Он был выпущен в 2000 году. Ну, естественно, значит, это уже перевыпуск, новый выпуск и так далее. Ну, читала, что очень такое нетипичное звучание у него. И да, оно нетипичное. Ну, оно нетипичное, но оно мне сразу отсылает к старой школе. Вот взять Escape, Кельвин Кляйн и этот парфюм, да, они там плюс-минус выпущены в одно и то же время. Escape меня так не отсылает в те времена в старую школу, как, например, Мобусан. Вот этот вот. Да, он звучит нетипично, по-нишевому. Ну, почему по-нишевому? Ну, потому что ниша часто любит играть со старой школой, что-то брать, ну, и опять там добавить чего-то нового там. И звучит как-то по-другому, да. Но в то же время отсылает в старую школу. Он интересный, но вот все-таки для меня он вот прям чувствуется, что я его представляю на взрослой такой вот женщине. Вот прям реально взрослой. Не знаю, буду его разнашивать еще получше. Я его нанесла на работе, на работе в нем один раз была. Как раз я его получила. И меня он как-то немножко, знаете, вот мешал мне работать. Вообще мне редко может кто-то помешать работать, но это только если не прибрутся там наши торговые представители, которые любят потороторить в офисе. Надеюсь, они меня не смотрят. Вот. Они мне могут только мешать. А тут, знаете, я сидела, и вот я все время его слышала. Здесь заявлено слива желтая, слива Мирабель. Здесь и апельсины, и бензоины, и пачули. И, в общем, тоже такая неплохая пирамидка. Слива. Я не слышу здесь сливу. Нет. Вот для меня он вот все-таки, наверное, вот бензоины и вот туда. Такой вот мощный. Интересный парфюм. Но тоже не всем понравится. Потому что я читала отзывы людей на фрагрантике. Многие писали, что купили по отзывам блогеров. Его так хвалили, хвалили. Мне он вообще фу-фу-фу. Ну, кстати, знаете, вначале у меня тоже такое было слегка фу-фу. Потом как-то к нему привыкаешь. Но вот что-то мне в нем мешает. Действительно непростое. Но еще буду с ним... Надеюсь, с ним подружусь. Вот как раз-таки на осень. Я думаю, он будет неплох. Совсем неплох. Но, знаете, цена у него там что-то около 2000 рублей была. За такой объем. Поэтому, ну, это прям подарок за такую цену. Действительно, звучит он намного дороже, чем стоит. Тут как бы не поспоришь точно. Поэтому, ну, все равно, в общем, я не пожалела, что его купила. Там, знаете, сказать, что нет. Там вот, если бы он стоил очень дорого, да, там, 20 тысяч рублей, я бы мне насказала. Нафиг я его взяла, потому что я наносить буду очень редко. В общем, вот такие были покупки. Еще много всего есть. Но это уже потом. Потому что я сейчас разношу и параллельно вот снимаю. Потому что я также еще носила кое-какие парфюмы. Из того, что купила совсем недавно. Это я вам снимала. Это Жадор новый. Это Жан-Поль Готье. Это Элиса Ап. Но я уже не стала их включать сюда. Потому что я... Вот, можете посмотреть мое предыдущее видео. Я о них рассказывала. Я их тоже ношу. И ношу даже еще больше всего. Это то, что было из таких, знаете, носительных новинок. О чем не говорила. И вам хочется показать что-то новенькое. В то же время, чтобы было интересно. Может, вы что-то тоже хотите себе присмотреть. Ну, я считаю, что эти парфюмы, в принципе, подходят. Для осени, единственное. Вот Шапар больше все-таки для весны. Это да. Напишите, чем пользуетесь вы. Мне будет очень интересно почитать. Какие у вас фавориты. Вот прям напишите парфюмы. Пусть их будет там 5-10. Там, я не знаю, 2-3. В любое количество напишите. Что вам нравится, что не нравится. Что вы знаете из этих ароматов. Как вы к ним относитесь. Своё мнение напишите. Всегда уважаемое мнение. Адекватное мнение людей. Вот. У меня есть одна подписчица. Которая часто... Не часто, но раза два она мне писала. Вот, Вероника, знаете, сегодня что-то не очень. Ну, я пишу всегда. Ну, бывает. Потом она мне пишет. Про Диору. Вот, видео последнее. Жадорного я говорила. Как-то скомканно и непонятно. Ну, во-первых, я не знаю, на самом деле, человек, насколько развида. Может быть, у него какие-то отклонения. Кто знает. И я как бы не могу, да, написать там. Вы просто, может, чего-то не догоняете и так далее. Может, она реально чего-то не догоняет. Ну, может, ей очень неинтересна эта тема. Может, я действительно объясняю как-то непонятно. Хотя вроде там несколько раз сказала в своих видео предыдущее. Я про предыдущее видео, что Диор Жадор не похож. Ну, опять же, согласна. Да. Может быть, что-то и не так. Так, там, я расписываю. Может, нам надо было по нотам. Вот такой вот жаснин. Он дает вот такое вот раскрытие. Ну, как-то вот так вот может быть. У всех подача разная. Как бы, если не нравится. Ну, я вот просто не смотрю блогеров, которые мне не нравятся. Есть очень популярные блогеры, которые многие их любят, смотрят. А их просто вот мне не нравится. То есть, сидит мухрю. Мне вот не нравятся такие блогеры. Есть там вот просто, которые безумно куляли тополя. Там, я не знаю. Тут тоже мимо. Как бы, поэтому ничего страшного. Для кого-то я тоже вообще просто хернесушка конкретная. И вообще, без проблем. Пусть я буду для вас такой. В общем, на такой вот заковыристой ноте мы с вами прощаемся. Всего вам хорошего. И до скорых встреч. Надеюсь, я пропадать надолго не буду. Потому что сейчас у меня работа выжимает просто все соки. Вот так вот. Ну, ничего, надо работать. А что? А кто? Просто так, знаете, Жадор сам не придет, новенький. Не придет. Все, меня, короче, понесло. Сейчас воскресенье. Надо уж собираться готовиться на завтра. Я всегда подбираю себе. В чем пойду? Как накрашусь? Какие украшения на мне будут? Это вот целое, знаете... Если не подготовлюсь, то все, я опоздала. А опаздывать мне сейчас нельзя. Не потому, что меня заругают. Мне ничего не скажут. Мне просто самой не хочется опаздывать. Вот так вот. В общем, все. Всем хорошей осенней поры. И позитива. С вами была я. Ваша, ну, вы знаете, Ника в парфюме. Все. Пока-пока.